С главными событиями к этому часу в студии Екатерина Дементьева. Сегодня в нашем выпуске. Трагическая новость из Усть-Кары. В трёх километрах от посёлка в Тундре обнаружено тело 17-летнего местного жителя с огнестрельным ранением головы. Возбуждено уголовное дело по статье убийства. Бюджет Ненецкого автономного округа 2020 года в деталях. Депутаты окружного собрания рассмотрели вопросы секвестирования главного финансового документа региона. Спасти жизнь может каждый. В преддверии Международного дня донора окружное отделение трансфузиологии проводит акцию «Капля надежды и добра». Об этом и не только в ближайшие 20 минут. И в начале выпуска трагическая новость из Усть-Кары. Во вторник, 2 июня, в трёх километрах от посёлка, в Тундре обнаружено тело 17-летнего местного жителя с огнестрельным ранением головы. По данному факту, следственными органами возбуждено уголовное дело по статье убийства. Об этом информирует Следственный комитет Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу. На место происшествия в посёлок Усть-Кара, который находится в 520 километрах от города Нарьинмара, вылетела следственно-оперативная группа. Об этом в телефонном интервью нашему телеканалу рассказала старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому округу Светлана Тарнаева. В ходе следственно-оперативных действий, проведенных совместно с сотрудниками органов полиции и управления Росгвардии, установлена причастность к причинению смерти 12-летнего подростка. По предварительной информации, из-за неосторожного обращения с ружьем во время охоты на гусей, 12-летний мальчик причинил смертельное огнестрельное ранение 17-летнему знакомому. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Допрашиваются свидетели по делу, назначены экспертизы. Новый случай заболевания COVID-19 выявлен на территории Ненецкого округа за минувшие сутки. На этот раз у иногороднего жителя, прибывшего в Нарьинмар для трудоустройства в одной из учреждений системы здравоохранения Ненецкого округа. Болезнь удалось выявить на входном контроле. Перед допуском в стационар медицинские работники проходят исследования на коронавирус. До работы допускаются сотрудники с отрицательным результатом анализа, пояснили в профильном ведомстве. Всего с начала пандемии в регионе лабораторно подтверждены 75 случаев COVID-19. На сегодняшний день активны 41, 34 пациента выздоровели. По данным наутро 3 июня, стационарное лечение проходит 21 пациент с подтвержденным диагнозом новая коронавирусная инфекция. Амбулаторно 19 пациентов. Все они на Варандее. Один пациент с нефтяной промплощадки продолжает лечиться в стационаре Усинской ЦРБ. На самоизоляции в домашних условиях находится 418 человек, в обсерваторе – 10. С начала пандемии снято с контроля 1102 человека, 44 за прошедшие сутки. Всего с начала пандемии в Центре гигиены и эпидемиологии Нинецкого округа проведено более 3000 исследований на коронавирус, 77 за последние сутки. Напомню, до 14 июня в регионе действует масочный режим при нахождении в местах общего пользования. Уровень воды на реке Печора по гидропостам Великовисочной и Оксино падает в среднем от 3 до 9 сантиметров в сутки. По состоянию на 3 июня на территории Заполярного района в пяти населенных пунктах за сутки вода ушла с 8 придомовых территорий и 8 домов. Остаются потопленными 323 придомовые территории, 240 жилых домов и 24 социально значимых объекта, из которых три не функционируют. Аэромобильная группировка Главного управления МЧС России по Нинецкому округу продолжает оказывать помощь населению в районе Паводка. В Великовисочном сельсовете по-прежнему действует режим чрезвычайной ситуации, а в Пустозерском сельсовете – режим повышенной готовности. По данным гидрологического бюллетеня на утро 3 июня, в Великовисочном вода достигла отметки 870 сантиметров, минус 8 сантиметров за сутки. В Оксино также незначительное понижение – минус 4 сантиметра, уровень воды на отметке 755 сантиметров. В Вандиге – 540 сантиметров, в Осколково – 545. В районе Нарьинмара – 556 сантиметров, минус 6 сантиметров за сутки. Бюджет Нинецкого автономного округа 2020 года в деталях. Депутаты окружного собрания рассмотрели вопросы секвестирования главного финансового документа региона. Такое решение было принято на Палате законодательных предположений. На заседании постоянной комиссии по бюджету парламентария обсудили сокращение расходов по департаменту строительства ЖКХ и связи. Заседание постоянной комиссии по бюджету и экономике начинается с доклада главного финансиста региона Татьяны Лагвиненко. Депутатов интересует прогноз доходов окружного бюджета. Несмотря на относительно хорошее исполнение сейчас, мы получаем пока доходы. А теперь это когда-нибудь было еще многоходно. В прошлый год, значит, и за первый квартал, значит, было меньше, чтобы было нормально. Поэтому сегодня те открытые данные, которые публикованы у нас на сайте, они реальны, значит, и вы, наверное, все пока из населения не ощутили особых проблем с финансированием. Но, тем не менее, падение будет, потому что, во-первых, снижается налог на прибыль, значит, и нефть, она пока не достигает тех размеров, которые она запланирована. Несмотря на рост цен на нефть, специалисты прогнозируют падение доходов на сумму более 3 миллиардов рублей. По прогнозу налоговой инспекции, несколько меньше. Прибыль от нефти, конечно, будет, но не в тех размерах, которые ожидали при верстке бюджета. Объективно, для сокращения доходной части бюджета необходимо учитывать порядка 1 миллиарда 300 тысяч рублей. Это выпадение налога на прибыль, которое прогнозировалось ранее. К нему добавится 1 миллиард 800 миллионов. Это недополучение доходов от Харьегинского СРП. Ну, в общем, 102 РК у нас было принято распоряжение по секретру расходов. Ну, послышанное, наверное, все, где мы сняли часть строек, часть расходов. Вот тогда, в том числе, это было сообщение 24 апреля. Значит, эти распоряжения мы уже сняли линиты с тем, чтобы допустить торгов и уже вести переговоры, поскольку мы не сможем обеспечить всю расходную часть, запланированную в окружном бюджете на 2020 год. Тем не менее, департаменты не готовы жить по средствам и просят увеличить расходы, сказала Татьяна Лагвиненко. Но секвестировать все же придется. Единственное, что останется неприкосновенным – социальные программы. Также в этом году продолжится строительство автодороги на Усинск. На эти цели выделяются федеральные средства. Что касается секвестра бюджета, в районе 1,3 млрд рублей деньги, которые были запланированы на дорогу, будут. То есть, Рост автодора выделяет. Что касается школы, поселка Искателей, проект будет готов. Финансирование под школу есть. Со следующего года будет производиться стройка. Сегодня на комиссии парламентарии рассматривали сокращение расходов по линии департамента строительства, ЖКХ и связи. Каждый пункт обсуждают детально, особенно вопросы строительства на селе. На заседание был приглашен глава Юшарского сельского совета Дмитрий Вылка. «Предполагалось, что будут сниматься 20 млн, которые предусмотрены на строительство домов на Варнаке. Депутаты, конечно, с этим не согласились. Объективные причины имеют место быть со стороны департамента. Но необходимо всегда вовремя проводить работу. То же самое возник вопрос по строительству садика в Харивере и в Нельминосе». Проблема Харивера – строительство нового здания для детского сада. Существует она не один год. И надо находить пути решения, считают депутаты. «Постоянно идет вопрос о том, что мы все время разрабатываем новые проекты, какие-то ПСД. Потом нас осуществляем привязку к земельному участку. Необходимо, чтобы были типовые проекты, о чем все время говорит. Мы сегодня прописали в том числе в решении в комиссии о том, чтобы были разработаны такие типовые проекты, которые имели место быть, например, на 50 мест, на 80, на 70 мест детей, например, это в садике или в школе. И уже непосредственно привязывать на участку и начинать строительство». Не менее важная для сельчан статья расходов – строительство дорог в муниципалитетах. Отметим, что эта статья также осталась в бюджете. «Учитывая все проблемы с бюджетом сегодня в округе, вопрос по строительству дороги в Хангуре, он стоял остро. Глава муниципального образования обращалась с депутатом по поводу того, что необходимо эти деньги оставить, у департамента ЖКХ было другое мнение. Но сегодня на комиссии по экономике мы этот вопрос обсудили. В общем-то, действительно, это важное мероприятие, учитывая то, что торги уже состоялись, контракт заключен, деньги в бюджете остаются. Мы сегодня приняли решение, и дорога будет построена, что очень важно для жителей, еще раз скажу, поселка Хангурея». По итогам работы бюджетной комиссии депутаты выработали ряд рекомендаций для департамента строительства и департамента экономики, которые необходимо учесть при внесении изменений в бюджет 2020 года на июльской сессии. Ольга Русул, Антон Водряков, Телеканал «Север». В рамках подготовки к голосованию за поправки в главный документ страны секретарь окружной избирательной комиссии Людмила Тоскаева рассказала о тонкостях проведения мероприятия. О том, какими способами можно проголосовать, подробнее в материале моей коллеги Натальи Дуркиной. На территории региона уже ведут свою работу две территориальные избирательные комиссии, два дополнительных пункта приема заявлений, которые находятся в ДК «Арктика» и по улице Губкина, дом 3Б в поселке Искателей. Многофункциональные центры, а также единый портал госуслуг, где также можно подать заявление на открепление или прикрепление к избирательному участку. Время работы у нас определено, оно для удобства избирателей осталось тем же самым, как было в президентскую кампанию. Это с 17.30 до 21.30, это будут два фика работать. В будние дни, выходные с 12 до 16, пункты приема заявлений с 16 до 20 будут работать. Ну и участковая избирательная комиссия также с полшестого до полдесятого, чтобы люди после работы смогли успеть прийти и подать заявление. Специалисты избирательной комиссии настоятельно рекомендуют предупредить своих родственников и знакомых, которые покинули пределы региона, о программе «Мобильный избиратель». С его помощью можно открепиться или прикрепиться к другому избирательному участку. Еще одна возможность голосования – на дому. Граждане, которые по каким-либо серьезным причинам не могут прийти на избирательный участок в день голосования, это в случае болезни, наличия статуса инвалидности и так далее, подают заявку на услугу голосования на дому. Сами обращения теперь можно будет подавать в участковую комиссию по месту своей регистрации с 16 июня и до 17 часов 1 июля. То есть в день голосования тоже можно до 17 часов подавать заявление, обращение о том, что вы не можете в день голосования 1 июля прийти на свой избирательный участок и оставить обращение о том, что к вам необходимо приехать и дать вам возможность проголосовать. В связи с эпидемиологической ситуацией появилась возможность проголосовать заранее. На всех участках можно будет приходить на свой избирательный участок и голосовать с 25 июня вплоть до 1 июля. То есть это 6 дней до дня голосования плюс сам день голосования. То есть всего получается у нас 7 дней. Это дни, которые любой избиратель может прийти без всякого заявления на свой избирательный участок и совершенно спокойно проголосовать. Процедура голосования проходит под эгидой безопасности избирателей и членов избирательной комиссии. Поэтому на каждом участке будут соблюдены рекомендации, разработанные Роспотребнадзором. На каждом избирательном участке будет размещен специальный коврик с дезинфицирующим средством. Избиратель подходит, заходит в избирательный участок, его встречает член участковой комиссии, который одет в халат, маска, перчатки, обязательно защитный экран на лице и дезинфицирующие средства. Избирателю обрабатываются руки, ему выдается одноразовая маска, выдается перчатки. Он проходит к столу, где сидят члены участковой избирательной комиссии, достает свой паспорт, показывает его на расстоянии. Член комиссии сверил, избирателю выдает одноразовую ручку, избиратель расписывается в получении бюллетеней, проходит место для голосования. В кабинке для голосования не будет занавесок, они будут, ну, чтобы соблюсти тайну воли и заявления, они будут развернуты входом к стене, чтобы никто не видел, так как занавесочек нет. И избиратель с этой ручкой заходит туда, в кабинку, ставит галочку, либо любой другой знак, и выходит, опускает бюллетень в урну, проходит к выходу, и член участковой комиссии заново обрабатывает ему антисептиком руки. Что касается голосования на дому, то в данном случае к избирателю будет направлена группа избирательной комиссии, которая доставит пакет с бланком голосования. Избирателю необходимо будет также на расстоянии показать свой паспорт, поставить символ бюллетеня напротив варианта, за которую он голосует, затем опускает свою бюллетень в переносную урну для голосования. Иван Сысоев, Наталья Дуркина, Владислав Носкин, Телеканал Север. 1 июля россияне будут голосовать за внесение поправок в основной документ страны – Конституцию. Так, президентские поправки предполагают внесение в Конституцию понятия «Бог». Российская Федерация, объединенная тысячелетней историей, сохраняя память предков, передавших нам идеалы и веру в Бога, а также преемственность в развитии российского государства, признает исторически сложившееся государственное единство. Говорится в них. Новая норма будет соседствовать с формулировками из первой главы Конституции, что Россия – светское государство и никакая религия не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной. Данную поправку в Конституцию предложил патриарх Кирилл. В эти дни, когда страна, народ, люди размышляют о том, что должно быть отражено в главном законе нашего государства, наверное, имеет смысл сказать мне прежде всего об этом. Прежде всего о том, что стоит за словами патриарха, который в рождественские дни произнес очень важные слова, что бытие Божие должно быть отражено в главном законе нашей страны. И когда было провозглашено, в том числе и в Конституции, небытие Божие и народ наш, увы, стал деградировать. Это понятие о Боге на самом деле никакая не новость. И на самом деле то, что сказал патриарх, отражает суть человеческой жизни. Вот, наверное, пришло время нам горьким опытом, размышлением, заботой о наших детях наконец-то прийти к пониманию того, что Бог есть, и нужно жить по Его божеским законам, которые отражены в человеческом бытии. А когда человек нарушает эти законы, он обретает горький опыт наказания, который имеет тоже свой смысл. И, наверное, и слава Богу, что наши времена, и об этом свидетельствует и наша заполярная земля, и строительство Успенского Арктического Собора России, и о том, что сказал патриарх, и о том, что происходит с нашим народом, и с нашей страной, проходящей очередной, очень непростой этап своей истории, наверное, наступили времена не разбрасывать, а все-таки собирать камни. Напомним, что голосование за поправки в Конституцию России состоится 1 июля. Этот день указом президента объявлен нерабочим. Ежегодно 14 июня во всем мире отмечается День донора крови. Памятная дата приурочена ко дню рождения австрийского врача и иммунолога Карла Ланштейнера, который был удостоен Нобелевской премии за открытие групп крови у человека. В преддверии этого праздника отделение трансфузиологии проводит акцию «Капля надежды и добра». Отделение трансфузиологии приглашает жителей округа от 18 до 40 лет определить группу крови и резус-фактор, а также донорский потенциал. На сегодняшний день уже такой критический вопрос. Мы не можем задать, что не хватает донорской крови. Но иногда вопрос возникает в летний период, когда массово скоро начнутся выезжать наши доноры, которые у нас в резерве имеются, в отпуска. И если поступают больные с редкими группами крови, вот тогда начинается небольшая задача такая. Но опять все равно мы решаем. Но иметь резерв доноров, где-то если у нас в базе будет 60% резерва, это лучше. Переливание крови и ее продуктов позволяет ежегодно спасать миллионы человеческих жизней. По статистике, каждый третий человек хотя бы один раз в жизни нуждался в донорской крови. 30 лет занимаясь службой крови, еще тогда говорил, что нет еще замены какой-нибудь препарата, чтобы заменил донорскую кровь. А сегодня, я могу сказать, в ближайшие 50 лет еще не будет замены донорской крови. Специалисты отделения напоминают, что кроме 5 и 9 июня, заборы крови потенциальных доноров проходят каждый вторник и пятницу с 8 до 9 утра в отделении трансфузиологии по адресу авиаторов 9Б. Подробную информацию можно получить по номеру телефона, который вы видите на своих экранах. Такова информационная картина этого дня. Далее смотрите прогноз погоды. Спонсор выпуска прогноза погоды компания Polartrans.